Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Как вы уже поняли из названия, сегодня у нас не ролик с рецептом, а отчёт об эксплуатации вот этого чудо-агрегата. Я показывал распаковку его вот в этом ролике, если кто-то пропустил, щёлкайте, посмотрите. И там вкратце объяснил, для чего он нужен и как я собираюсь его использовать. Ну и сегодня по итогам эксплуатации я могу с вами поделиться опытом. В жизни любого колбасника рано или поздно начинается тот этап, когда его продукцию нужно подвергать тепловой обработке. И обычно я это делал в духовке, либо вот в этой кастрюльке. Она 7 литров. И если готовить небольшое количество колбасы, то её объёма вполне хватает. Но вот мне понадобилось отварить до температуры 70 градусов вот этот замечательный кусок. И смотрите, что происходит. Я пытаюсь его убрать в эту 7-литровую кастрюлю, и вот чудо, он не помещается. И учитывайте, что нужно его укладывать желательно так, чтобы если кастрюля стоит на плите, то кусок дна касаться не должен. Потому что дно кастрюли нагревается вот в конфорке и нагревается гораздо сильнее, естественно, чем вода. Потому что если кусок лежит на дне плотно, то вода между куском и дном не циркулирует. В результате получается местный перегрев. А очень важно сохранить температуру этого куска, довести её до температуры в 70 градусов. Уже 77-78, и всё. Начинает стремительно покидать влака этот замечательный кусок. Так вот, когда я небольшие объёмы готовлю колбасок, сосисок, то что я делаю? На дно этой кастрюли я укладывал блюдце, ну, тарелочку побольше. Сверху укладывал кучу колбасы, доливал водой и отправлял всё это дело на газовую конфорку. И контролировал температуру, естественно. Так можно делать, достаточно просто делать, но нужен постоянный контроль температуры. Хотя это достаточно быстро получается. Я имею в виду такой прогрев. Другой вариант. Готовить всё в духовке, в электрической в данном случае. В ней устанавливается температура. Тут тоже есть проблемы. Туда загружается колбаса, включается вентилятор, если он есть. И всё это дело прогревается. Воздух, как вы, вероятно, помните, прекрасный теплоизолятор. Поэтому в духовке процедура прогрева колбасы до нужной температуры происходит гораздо медленнее, чем в водной среде. Чтобы хоть немного исправить положение, атмосферу внутри духовки нужно увлажнять. Так вот, я на дно этой духовки устанавливал противень, добавлял туда воды. И всё равно колбаса вот такого диаметра, сколько здесь, сантиметров 6, наверное, получается. Колбаса такого диаметра прогревается в духовке до нужной температуры приблизительно 4 часа. Вот такая вот, поменьше диаметром, ей хватает, конечно, 2,5-2 часа 45 минут. Вот такой кусок будет прогреваться в духовке как минимум 6,5 часов. Предугадать, сколько времени займёт прогрев до нужной температуры в духовке, мне до сих пор крайне сложно. И получается, когда я готовлю какие-то новые рецепты колбас, другие диаметры, другое количество жира внутри, у него теплопроводность ниже, я в этот день оказываюсь однозначно привязан к духовке, потому что загрузил в духовку колбасу, и надо ждать. И сколько времени пройдёт до её готовности, никто не знает, то есть из дома не уйдёшь. То есть я даже просчитать наперёд не могу требуемые мне временные затраты. Поэтому, утомившись всеми этими метаниями и сложностями вычислений временных затрат, я купил вот этот чудо-агрегат. Как я уже сказал, это циркуляционный насос с подогревателем для су-вида. Он контролирует температуру, гоняет в воду и прекрасно со всеми этими процессами справляется. И всё было замечательно, пока я готовил те же самые сравнительно небольшие объёмы колбасы. И вот в эту кастрюлю я загружал этот агрегат, и здесь оставалось место приблизительно на полтора килограмма, допустим, сосисок или сарделек. Вполне нормально. Но, как я уже неоднократно говорил, у меня большая семья, периодически бывают гости, нечасто, конечно. И готовить по полтора килограмма колбасок или сарделек или сосисок, ну, вы сами прикиньте, для своей семьи, что для вас такое полтора килограмма, допустим, сарделек? За сколько вы их съедите? Наверное, за два, максимум за три дня. Колбаса, конечно, подольше хранится, её можно и заморозить, потом медленно разморозить, всё будет прекрасно. Поэтому мне этого объёма катастрофически не хватает. Не хватает в том числе ещё и потому, что я периодически готовлю вот такие продукты, которые, как вы видите, вместе в эту кастрюлю не влезают. Поэтому я, пообщавшись с вами, дорогие подписчики, выцепил замечательный совет. Готовить сувит, то есть готовить, используя этот агрегат, вот в этой чудо-коробочке. Это гастроёмкость. Прелесть её. Объём больше 20 литров, там 21 или 23, я не помню. Она из поликарбоната. Ещё можно купить металлическую, но она, во-первых, стоит дороже в два раза. А во-вторых, теплопроводность металла, как вы знаете, значительно выше. Поэтому остывать в ней вода будет сильнее, и, значит, затраты на обогрев этой воды вырастут в дополнительной потере электроэнергии. Второе неоспоримое достоинство – её габариты. Она имеет высоту 20 сантиметров. А этот агрегат для суида имеет вот этот размер, вот от этой опорной точки, они же как раз те самые 20 сантиметров. И смотрите, чудесным образом устанавливается, чётко крепится. И есть целая куча места для приготовления. Этот агрегат для суида хорош только лишь в сочетании с вот такой достаточно большой ёмкостью. Если у вас дома есть кастрюли не 7-литровые, как у меня, а значительно большие, с высотой стенок 20-22, может быть, сантиметра, то вам, возможно, такой коробочке не понадобится. А я в ней собираюсь хранить, кроме того, ещё и всякие овощи, в то время, когда я не готовлю колбасу. Вот, это что касается удобства использования. То есть, к небольшому агрегату этому, который можно закинуть в любой небольшой шкафчик, требуется ёмкость, в которой всё дело готовить. Ещё одно замечание сделаю. Мне писали, что для чего покупать такую штуку, если почти у всех есть мультиварки. Во-первых, в мультиварке есть далеко не у всех. Во-вторых, объём кастрюльки в мультиварке, насколько я знаю, те же самые 6-7 литров, наверное, максимум. И в-третьих, не забывайте, здесь циркуляционный насос. То есть, он воду постоянно гоняет. Скорость теплопередачи тем выше, чем выше скорость движения воды. В мультиварке, в кастрюле, никаких насосов нет. То есть, там вращение или движение воды происходит под воздействием нагревания. То есть, нагревается, более горячий поднимается вверх, холодный опускается вниз. Эти скорости значительно меньше. Поэтому получается так, что в мультиварке можно готовить, во-первых, небольшое количество продуктов, которые влезут туда, клаваса. А во-вторых, время, которое вы потратите на приготовление одного и того же количества колбасы в мультиварке, будет выше, чем вот с таким вот агрегатом. Вот. Ну, а теперь, собственно говоря, хочу показать, как сюда всё замечательно помещается. Так, укладываем колбаску. Возможно, я воды налил сразу слишком много, понадобится её отсюда убирать. Так. Сейчас мы с этим разберёмся. Так. И последний. Вкусно. Да, воды многовато. Ну, либо можно вот так вот поднять повыше. Вот. Такая замечательная конструкция. Здесь у меня сейчас 5,5-5 килограммов 600 граммов колбасы и почти 2 килограмма, без 30 граммов, вот этой свиной корейки. И можете себе представить, как бы я мучился, загружая весь этот объём или в духовку, или тем паче готовить дело в кастрюле, сколько-то времени всё займёт. Ну, что, настраиваем время и температуру. Включаем. Так, значит, включаем. Устанавливаем целевую температуру в 71 градус. Я поставлю вот так. И устанавливаем время. Время понадобится. Ну, поставлю с учётом того, что у меня здесь есть корейка, 3 часа. Я думаю, этого хватит. Всё. Завелось. Насос работает. Отверстие показывает, выше которого уровень воды не должно подниматься. Для того, чтобы уменьшить теплопотери, я ещё и крышкой всё это дело накрою. Ну, вот как-то так. Итак, подводя итог, я безумно доволен этим агрегатом. Он позволяет мне, во-первых, очень сильно экономить время, а во-вторых, совершенно не беспокоиться на предмет того, что у меня перегреется какая-то колбаса. В духовке вроде бы тоже нет такой опасности, якобы. Но, на самом деле, в духовке из-за как в атмосферу не увлажняй, она там всё равно не такая, как вот в этом полиэтиленовом пакете, например. Поэтому поверхность колбасы или ветчины в духовке всё-таки подсыхает. В некоторых случаях это может быть хорошо, но я чаще готовлю ветчину, а ветчина мне нравится сочная. Поэтому, в моём случае, Сувид – это однозначный лидер в плане приборов для приготовления колбасы. Работает он устойчиво, проблем не доставляет, в отличие от, как я уже вам говорил и жаловался в других роликах, вакууматора. Поэтому прибор такого типа смело могу рекомендовать. И не спрашивайте меня, где купить. Я купил его на ebay. Этот продавец цены поднял сравнительно быстро. Я ещё и по скидкам какой-то покупал. Не думаю, что приборы такого типа у разных производителей чем-то принципиально отличаются. Поэтому, если вам нужно готовить единовременно больше 3-5 кг колбасы, если вы можете позволить себе потратить 70-80-90 евро на такой прибор, я вам однозначно его советую. Спасибо за компанию и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!